Российская комиссия одобрила повышением рот. Прожиточный минимум поднимут почти на 6,5%. Узнаем точную сумму, хватит ли на гречку и туалетную бумагу, например, одновременно. Алкоголь по понедельникам продается больше, чем по субботам. Разреши мне сегодня выпить. Ну, немножко. Сбермаркет назвал топ-3 продуктов, которые покупают россияне. Ну и нежданчик от чехов. Они начали продавать электромобиль УАЗ раньше России. Давайте начнем 30-й выпуск свежака с хороших новостей из города Видное. Да, у нас здесь не только воняет, но еще и проживает огромное количество достойных и великих людей, которыми невозможно не гордиться. Например, два видновских пловца Евгений Рылов и Иван Гирев принесли России две золотых и две серебряных медали. А Евгений Рылов установил олимпийский рекорд. Подробную информацию вы можете почитать на портале Видное24, ссылку я закрепил в описании под этим видео. Я поздравляю ребят и их тренера, заслуженного тренера России Андрея Шишина и желаю еще больше медалей и новых рекордов. И искренне надеюсь, что администрация создаст все условия для развития спорта и будет поддерживать наших спортсменов. Но это еще не все хорошие новости из нашего города. Подопечный видновского тренера Артура Варданяна Денис Русский Панчер Недашковский одержал победу нокаутом в первом раунде. Хочешь поломать ее? Поломает тебя первый. Не стоит так палить, не в зоопарк. На турнире Hardcore Fight Night Championship. Если вы еще не смотрели этот бой на голых кулаках, то я настоятельно рекомендую это сделать. А Денису и его тренеру я желаю удачи в предстоящем поединке и завоевать пояс в супертяжелом весе. Знаете, когда меня спрашивают, а ты откуда? Говорю, из видного. И чаще слышу в ответ вот это вот, а где это? Я обычно отвечаю на Луне, блядь. Каждый день лунный маршрут 10-20 со скоростью света пролетает над пробками и из космических кораблей доставляет меня к метро Кантемировская. А затем мимо палаток шаурмой сквозь запах космической пыли в перемешку с Московсом доставляет обратно. Ну и если убрать сарказм и шутки, то в каждом городе и в каждом административном округе есть свои проблемы, которые требуют решения. И в каждом городе есть люди, которые пытаются решить эти проблемы. Идная расположена в трех километрах к югу от МКАД. Это маленький прекрасный город, в котором живут олимпийские чемпионы, сильнейшие бойцы, активисты, которым не все равно. Что происходит с экологией, окружающей средой в целом. Просто прекрасные, отзывчивые люди. Но еще я. И если в ближайшее время воль нахрен не прекратится, я готов как минимум 35 лет делать обзоры и освещать эту новость. И моя надежда на то, что справедливость восторжествует, не умрет. Законопроект, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда, МРОД, одобрили в российской трехсторонней комиссии. Значит, прожиточный минимум собирается поднять до 13 617 рублей с 1 января 2022 года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Принятие этого закона приведет к повышению МРОД на 6,4% до 13 617 рублей в месяц, передает ТАСС со ссылкой на секретариат. Закон о новой методике расчета МРОД вступит в силу с 1 января 2022 года. Согласно нововведениям, определение прожиточного минимума будет происходить, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 миллионов работников. Подытожили в секретариате. О необходимости повышения МРОД ранее заявила глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, прожиточный минимум нужно повысить хотя бы вдвое, чтобы учитывались все обязательные платежи. Мне вот интересно, а ему хватит этих денег на погашение своих обязательных платежей? Ладно. Масштабное исследование Росстата в 2019 году назвало медианной зарплатой 34 335 рублей. Медианная зарплата, кстати, это показатель заработка, который получает одинаковое количество работников. 50% выше и 50% ниже среднего уровня. Она отличается от средней зарплаты, которая считается для всех категорий работников и руководящего персонала. Слушайте, ну с учетом того, что среднего класса у нас в России более 70% и по мнению Владимира Владимировича 17 тысяч рублей вполне достаточно не только на еду, одежду и ЖКХ, но и на образование, путешествие и так далее. В формуле Путина тот средний класс, который входит в 70% населения, как раз и получает от 17 тысяч рублей. Тогда мрот в размере 13 600 – это уже не шутки. Еще чуть-чуть и мрот будет хватать для путешествий по миру. Давайте теперь узнаем, на что тратят свой мрот пользователи Сбермаркета. Это онлайн-сервис доставки продуктов. Данный сервис провел исследование и изучил потребительские предпочтения пользователей. Наиболее популярными продуктами в потребительской корзине пользователей оказались фрукты и овощи, их было 19% в продуктовой корзине. Молочные продукты – 15%, крупные и злаковые – 9%. Далее по популярности идут следующие продукты. Значит, мясо и рыба – 9%, товары для дома – 8%, напитки – 8%, снеки и сладости – 8%, гигиены – 7%, консервация – 5%, сыр – 4%, хлебобулочные изделия – 4%, полуфабрикаты – 4%. Среди особенностей потребительского поведения Сбермаркет выявил следующее – алкоголь по понедельникам продается больше, чем по субботам. Я заслужил это? Не начинай это. Я выпью немножко и по-быстрому. Женщины собирают корзину покупок на сервисе на 22% дольше, чем это делают мужчины. И обычно у них на это уходит больше часа. А к 8 марта продажа вина и презерватива в сервисе увеличивается на 50%. С повышением мрона, думаю, все показатели в потребительской корзине вырастут. Тем более, в целом, по итогам июня прирост потребительских расходов, по данным Сбериндекса, составит 10%. Мы узнали, что в понедельник алкашку заказывают чаще. Ты же алкаш, ты же непризнанный чемпион алкоголизма. Ты не умеешь пить немного и по-быстрому. По-быстрому у тебя получается только в постели. И давайте теперь перейдем к плохим новостям. Значит, компания MV Motor, специализирующаяся на мелкосерийном производстве, объявила о начале продаж электрокара Spartan EV. Это глубоко переработанный УАЗ Hunter, базовые версии которого чехи закупают в России как частный не аффилированный с заводом дилер. Стоимость данного автомобиля начинается от 40 тысяч евро. Это примерно 3,5 миллиона рублей или 257 352 мрота. Я про новый мрот, тот который 13600. Обычный УАЗ Hunter начинается от 440 тысяч рублей. Это примерно 32 300 мрот. Покупателям предлагают версии с правыми и левыми рулями. По своей массе новый электрический внедорожник, получивший название Spartan EV, тяжелее обычного Hunter на 120 килограммов. Его запас хода примерно 240 километров. Стоит обратить внимание, что машина обладает системой быстрой зарядки, что позволяет ей заправляться за время обеденного перерыва для водителя. Электромобиль не имеет традиционного двигателя внутреннего сгорания ZMZ. Вместо него установлен электромотор мощностью 120 киловатт, а это 163 лошадиных силы. В качестве источника энергии предполагаются на выбор два варианта. Литиевой ионной батареи емкостью 55 и 90 киловатт. Значит, заявленный запас хода электровнедорожника в зависимости от типа аккумулятора составляет 250 и 400 километров соответственно. Из изменений в салоне стоит отметить лишь установленный на передней панели жидкокристаллический дисплей, вместо привычного для Hunter блока аналоговых приборов. Электровнедорожник предполагается и с двумя типами распределения органов управления. Реальные продажи электрических версий своих моделей пока что не важны для УАЗа, считает аналитик ВТБ Капитала по автопрому Владимир Беспалов. С точки зрения доступа к перспективным технологиям УАЗа, безусловно, интересно работать с электромобилями и двигаться в этом направлении вместе с другими автопроизводителями. Однако, для практического применения, особенно если говорить о нашем рынке, это пока не очень актуально. Нет ни инфраструктуры, ни спроса заявили в Solars. Мне кажется, что в ближайшие лет 30 электромобили вытеснят обычные авто с двигателем внутреннего сгорания. Еще в 2015-м никто не верил в будущее электробусов, а уже сейчас в Москве работает более 220 электробусов. И я за развитие данного вида транспорта. Понравился выпуск? Не забудь поставить лайк, подписаться, треснуть колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. До свежака и до новых встреч!